В чем главная особенность марафона? Мы оказываем адресную помощь, то есть мы непосредственно знакомимся с этими родителями, с родителями этих детей и передаем им деньги, понимая, на что, куда и как они будут реализовываться. У нас всегда внизу стоит стенд, где размещаем отчеты, потому что мы считаем, что мы обязаны отчитаться абсолютно перед всеми, кто приходит на наш марафон и жертвует. И там можно с этими отчетами познакомиться, посмотреть. И еще тоже наша, я считаю, особенность, обычно в фондах существует организационный сбор. Это примерно 20-30% от суммы. А вот пока мы обходимся силами волонтеров, то есть у нас нет оргсбора. И, соответственно, все те пожертвования, которые приходят на счет фонда, они 100% передаются всеми, которые мы заявили. Расскажите про подшефных детей. С 2012 года наш марафон проходит. Начали мы помогать Насте Подосининой, страдающей булезным дермолизом. То есть это заболевание на сегодняшний день неизлечимо и достаточно, грубо говоря, очень болезненно, травматично и тяжело протекающее. Затем мы узнали, что, оказывается, у нас в городе есть еще Артем Пожер, который страдает таким же заболеванием, но там немножко другая степень тяжести. И мы решили, что Артему мы тоже можем помочь. Затем мы узнали о Георгии Воробьеву, который тоже заболевание кожи, шефтиоз называется, который, наоборот, не истончается, а уплотняется кожный покров, которому тоже нужна была наша помощь. И вот так вот постепенно люди к нам обращались. Это происходит различными путями, но мы каким-то образом узнаем. И когда мы понимаем, что мы, в принципе, можем помочь и этим людям, они становятся уже как нашими подшефными. В чем нуждается подопечная София Шимон? Диагноз детский церебральный паралич. И, наверное, здесь очень чувствуется вклад родителей, потому что родители стремятся помочь своему ребенку, чтобы Соня могла жизненно важные какие-то действия, функции выполнять самостоятельно. Они приобретают для дома специальные тренажеры медицинского плана и занимаются с ребенком. И мы получаем обратную связь, что Соня стала лучше сидеть, что она пытается там стоять на четвереньках. Видим прогресс. То есть все вот эти вот тренажеры действительно помогают развиваться ребенку. И сейчас вот они запрашивают виброплатформу «Галилео», которую им рекомендовали в реабилитационных центрах. Им требуется вот эта платформа для того, чтобы и укрепить мышечный каркас, и чтобы вот дальше продвигаться, да, вот в этом направлении. К сожалению, это не входит в обязательное медицинское страхование. Мы можем им помочь в этом плане. И семья многодетная. 680 тысяч рублей за тренажер, я считаю, что это существенная сумма. Как помогаете Насте Подосининой? Форма заболевания тяжелая, сложная. Но, наверное, самое такое вот основное – это то, что, во-первых, ребенок растет. Перевязочных средств требуется больше, да, в такой прогрессии. И мы уже взяли на себя такую вот некую ответственность, ну, вот такую вот внутреннюю, что хотя бы помочь этой семье в приобретении вот этих перевязочных средств. Потому что, ну, на это уходят колоссальные деньги на самом деле. То есть в год это примерно 2 миллиона 300 тысяч рублей. И именно эту сумму мы заложили для Насти. Чтобы дальше там родители уже могли что-то планировать, какие-то операции, там еще что-то, да, покупать лекарства. Но они были спокойны, что хотя бы вот с перевязочными средствами мы им поможем. Егор и Евгений Бондаренко, они из Красноселькупа, мы тоже им помогаем давно. Помощь наша заключается в оплате реабилитационных услуг. То есть они ездили в Сакуров, в город Челябинск. И надо сказать, что все-таки и благодаря вот этим постоянным курсам регулярным, да, дети социализированы, да, они общаются, они поют. Мама Ольга давно, ну, как бы планировала отвезти ребят в Китай, в клинику, да, для прохождения курса реабилитации. Потому что она слышала очень много положительных отзывов и хотела бы вот попробовать данную, так скажем, методику. В прошлом году мы собирали ребятам 300 тысяч на реабилитацию. Эти деньги у нас остались в резерве. И сейчас вот все более возможно видится эта поездка в Китай. И для ребят мы хотим в этом марафоне собрать еще 600 тысяч, то есть у них получится 900. И они смогут поехать в Китай, пройти реабилитацию. Какова потребность благотворительного марафона? Цель нашего сбора – это 5 миллионов 170 тысяч рублей для 9 ребят. Эти деньги нужны ребятам для приобретения перевязочных средств, для приобретения медикаментов, оплаты лечения, курсов реабилитации. В том числе выездные центры, то есть это поездки в Китай, в реабилитационные центры. Это Калининград, это Санкт-Петербург, это Челябинск. И также для приобретения специализированного медицинского оборудования для домашних занятий. Санкт-Петербург